Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о таких интереснейших судебных спорах, коих немалое множество у нас на просторах нашей необъятной родины. И поскольку таких споров великое множество, очень много и судебных ошибок по ним допускается. Я сегодня говорю о разделе имущества супругов. Так вот дорогие друзья, когда мы говорим о разделе имущества супругов, конечно же этот компонент относится к имущественным спорам. И мы сегодня поговорим о том, какие основания наиболее часто встречаются в этих судебных спорах для апелляционного, касационного обжалования принятых судебных решений и на что прежде всего обращать внимание, если вы получили на руки судебное решение, которое вас не устраивает. Конечно же дорогие друзья, я начну с классики жанра. Если вы проверяете судебное решение на его законность, вам необходимо прежде всего посмотреть на первоначальную стадию принятия решения. И изучив материалы дела, протоколы, имеющиеся определения суда, ответить на один маленький вопрос. А было ли надлежащим образом проведена подготовка дела к судебному разбирательству в том объеме и в тех пределах, которые определены не только законом, но, помятуя о том, что есть отдельное постановление Пленума Верховного Суда о проведении подготовки по делу, конечно же проверить судебное решение и действия суда на полноту проведенных подготовительных действий и, конечно же, помимо полноты, их правильность и третий компонент соответствия закону. Так вот, дорогие друзья, говоря, обо всех этих компонентах проведения подготовки не стоит забывать, что судья должен изучить все материалы дела и, конечно же, приняв решение о принятии или не принятии искового заявления, возбудив гражданское дело, перейти к стадии установления всех обстоятельств через собеседование, так называемая беседа, и по ее результатам принимать решение о необходимости проведения подготовительного судебного заседания. И очень часто приходилось встречаться, что по тем или иным делам, там, где достаточно сложные и запутанные вопросы, а семейные проблемы, это все-таки не маленький конгломерат, и они имеют свою специфику, и очень часто носят такой характер непросто неких элементов, которые представляют собой определенные трудности, это само собой разумеется. Но здесь не все так просто, как хотелось бы. И очень часто суды не назначают предварительное судебное заседание, сочтя проведенную беседу достаточной. А там, к примеру, несколько объектов недвижимости, несколько квартир, несколько гаражей, имеется движимое имущество, имеются мотоциклы, мопеды, велосипеды, машины, катера и так далее. И вот, несмотря на огромный объем имущества, несмотря на несколько спорящих сторон, кто-то говорит, это входит в массив, кто-то говорит, это не входит, а вот здесь у нас были прекращены брачные отношения, здесь не прекращены. А судья, все, я все понял, все, давайте приступать. Вот это огромная ошибка, дорогие друзья. Поскольку в стадии предварительного рассмотрения и в стадии подготовки дела, суд должен, во-первых, должны быть уточнены исковые требования, должны быть приняты и поняты те возражения, которые выдвигают процессуальные противники по тем или иным исковым требованиям. И, конечно же, суд должен выполнить свою основную процессуальную обязанность на этой стадии, которая будет влиять на весь ход судебного разбирательства и будет определяющий при принятии судебного решения после прохождения процесса судебного доказывания, после приемия сторон, после оценки, исследования всех доказательств, суд должен определить предмет доказывания по делу. Но, поскольку у нас немногие судьи даже знают, что такое предмет доказывания и, как говорится, определяют его формально, дорогие друзья, это ваша задача следить за тем, чтобы был он правильно определен. Но для того, чтобы правильно определять предмет доказывания, необходимо понимать его юридическую сущность и, конечно же, понимать, что предмет доказывания по вот этим судебным спорам, связанным с разделом имущества, он формируется, во-первых, теми фактическими обстоятельствами, которые изложены в исковом заявлении о разделе имущества и в возражениях, то есть фактическими обстоятельствами, и формируется той нормой права, которая будет применена к этим правовым отношениям. Поэтому, дорогие друзья, при подготовке иска всегда учитывайте возможность изменения тех или иных требований и так далее. Так вот, вынося определение о подготовке дела к судебному разбирательству, суд должен эти вопросы все разрешить. Если эти вопросы не разрешены, говорить о правильности проведенного судебного процесса не приходится. Далее, дорогие друзья, очень часто возникают вопросы к самому судебному процессу, к порядку, полноте исследования доказательств по делу. Поскольку немногие знают, что само по себе, сам по себе процессуальный статус нажитого в браке совместного имущества, он изменяется не только от наличия штампа в паспорте, но и от наличия фактических брачных отношений. И весь статус имущества можно разделить на 4 больших этапа. Первый этап – это до заключения законного брака. И здесь даже при наличии фактических брачных отношений любое имущество, нажитое супругами, будет их личной, индивидуальной собственностью и не будет относиться, конечно же, к массиву совместно нажитого имущества супругов. Поэтому это нужно и должно понимать. Второй этап – когда имеются, к примеру, фактические брачные отношения и заключен брак. И заключен брак. Некоторые мне, особо грамотные специалисты, возражают о том, что, в принципе, возможна ситуация, когда заключен брак и у нас он узаконен, но нет фактических брачных отношений. Дорогие друзья, да, такие ситуации тоже бывают, но это исключение. И это говорит о ничтожности заключенного брака. А он имеет, ничтожность заключенного брака имеет специальное обозначение в законе – эффективность. Поэтому мы эту ситуацию практически не рассматриваем. Хотя такие тоже бывают. И когда мы их включаем в элементы, это, конечно, приводит к усложнению отношений, но, тем не менее, к их правильному разрешению. Поэтому, если у вас именно такие вопросы, обращайтесь отдельно. Их мы тоже рассмотрим. Итак, дорогие друзья, напоминаю, до заключения брака имущество – это индивидуальное. После того, как штампик в паспорте поставлен, здесь, при наличии фактических брачных отношений, вот это второй этап – все имущество, нажитое в этот период, оно относится к общей совместной собственности. Но при этом прежнее имущество, полученное до заключения брака – это индивидуальная собственность, полученное в браке – это общее совместное, но полученное по, скажем так, сделкам, которые были безвозмездные, то есть безоплатные, и не относятся к возмездным сделкам, по этим сделкам, по сделкам дарения, по наследованию, полученное имущество будет имуществом того супруга, которое соответствующим образом им получено. Вот это второй этап. Третий этап, где уже в рамках имеющихся законных брачных отношений прекращаются фактические брачные отношения. Что такое прекращение фактических брачных отношений? Когда супруги охладели друг к другу, когда они уже фактически не ведут ни совместное хозяйство, нет у них никакой интимной близости, нет у них совместных интересов, каждый там, грубо говоря, живут по отдельности, готовят себе по отдельности, но при этом они могут жить как в разных квартирах, да, в этот период, так могут жить хоть и в одной квартире, да хоть и в одной комнате, но фактически брачные отношения прекращены. И вот здесь, дорогие друзья, конечно же, это приводит к тому, что здесь особый порядок регулирования гражданско-правового того имущества, которое приобретается ими в собственность. Вот с момента окончания фактических брачных отношений снова приобретенное каждому из супругов имущество будет их личной собственностью, но именно в этот период возникают самые большие трудности. Когда, к примеру, один из супругов приобретает некое имущество и говорит, это моя личная собственность, но приобретено оно за денежные средства, которые были в предыдущем этапе, то есть, когда был и брак законный, и фактически брачные отношения, и денежные средства относятся к совместно нажитому имуществу. К примеру, он накопил на зарплатку на свою на личном счете, а фактически брачные отношения прекратились, и он купил себе что-то и говорит, это мое. Дорогие друзья, это уже можно смело включать в массив совместно нажитого имущества. Но это я принял как бы один пример, а таких примеров масса. Поэтому и они могут иметь самые разнообразные формы. Вот поэтому вот эту специфику третьего этапа немногие учитывают. И четвертый этап, это когда уже закончены и фактические брачные отношения, и прекращен брак. То есть, либо по решению суда, либо там при отсутствии детей, споров и так далее, прекращен он в органах ЗАГСа. Но здесь специфика как раз семейных правоотношений проявляется в том, что один из супругов там или каждый из супругов приобретая тот или иной массив имущества, к примеру, один живет в одной квартире, другой в другой. И вот здесь все эти квартиры, если они были, к примеру, в браке приобретены, относятся к совместному нажитому имуществу. И при отсутствии их раздела они так и остаются совместно нажитым имуществом супругов. Но при этом один из супругов может ими недобросовестно, не уведомляя другого, распорядиться ими в этот период. И вот здесь может иметь место нарушения прав другого супруга, когда, к примеру, один из супругов обладает той или иной квартирой, продает ее, а вторую половину денежных средств, принадлежащих супруге, не отдает. Это тоже влечет за собой судебные споры. И здесь, дорогие друзья, как раз очень важный элемент в сроках исковой давности, поскольку у нас были дела там, где мы отсуживали имущество или компенсацию за него и через 12 лет после расторжения брака. Но в принципе, возможно, это и на доле, на более долгие промежутки, поскольку многие здесь говорят о том, что, а вот действует пресекательный срок 10 лет. Да, 10 лет, но с момента сделки, а не с момента расторжения брака. Но, поскольку мы ведем речь, дорогие друзья, о семейных отношениях, здесь всегда возможно их осложнение и зачастую они осложнены и это тоже основание для апелляционного и касационного обжалования там, где они осложнены так называемым брачным договором. А брачный договор это у нас тоже очень специфическая вещь и вот брачный договор всегда необходимо учитывать как элемент, который осложняет все эти отношения, поскольку он подлежит оспариванию, зачастую заключается в период брака, но необходимо понимать, когда наступает срок давности, а у нас по сроку давности по брачному договору высказано несколько позиций, то есть если реализуется имущество или приобретается фактически кто-то начинает им распоряжаться, так вот, дорогие друзья, есть такие позиции, что этот срок исковой давности необходимо начинать с момента расторжения брака. Отдельные суды принимали решение и эта позиция была признана неправильной с момента заключения брачного договора, но до сих пор такая практика встречается и приходится оспаривать данные судебные решения, что не всегда находит надлежащий отклик в вышестоящих инстанциях, поскольку бывает такое, что некоторые и судьи у нас не знают всю судебную практику, но опять-таки все сдать невозможно, поэтому в апелляционных, касационных жалобах всегда указывайте, указывайте, обосновывайте свою позицию, потому что очень часто приходится сталкиваться с тем, что отдельные мне товарищи говорят, а вот здесь, ну вот как мы, как мы здесь свою позицию, судья и так знает, он сам разберется, дорогие друзья, ну тогда можно было бы просто писать не исковое заявление, а написать, я прав, приделать гражданский кодекс, и пусть судья разбирается, нет, свою позицию нужно разжевывать, и если где-то суд судья неправильно применил, все это необходимо глубоко обосновывать в апелляционных, касационных жалобах, поэтому, дорогие друзья, на это обращайте особое внимание, там, где имеет место брачный договор, прежде всего необходимо проверять правильность его оценки, поскольку по условиям закона сам по себе брачный договор не может ущемлять одного из супругов, поскольку встречаются иногда такие брачные договора, что, ну, конечно же, прямо волосы дымом встают, когда он в пользу только одного из супругов заключен, а второй остается фактически гол как сокол, фактически на улице, вот у меня было несколько таких дел, где приходилось это все оспаривать, и, конечно же, дорогие друзья, необходимо проверять, вот в этой связи, очень часто один из недобросовестных супругов, планируя те или иные действия, зачастую проводят и сделки в браке, да, к примеру, по отчуждению имущества, полученного другим супругом, к примеру, по дарению, в порядке наследования и так далее, и заключаются некие сделки в браке, а это, дорогие друзья, отдельный элемент, который наравне с тем же брачным договором требует усложнения этих правоотношений и, к примеру, включения в спор о разделе имущества таких элементов, как оспаривание сделок, а это могут быть сделки купли-продажи между супругами и так далее. И вот очень часто суды допускают такие ошибки, когда, говоря об этих сделках, признавая их законность, они упускают из вида, что сделка по покупке, к примеру, недвижимости одним супругом у другого или там детям и так далее, фактически при сделке в качестве оплаты используются денежные средства, которые и так являются общей совместной собственностью супругов. То есть получается супруг сам у себя купил. И вот здесь это, конечно же, влечет признание сделки ничтожной, поскольку она фактически не была исполнена никакой сторон и не должна была порождать те последствия, которые подразумевала. Ну и соответствующим образом зачастую такие сделки они происходят для того, чтобы один супруг загодя вывел некое имущество из другого супруга, из юрисдикции другого супруга. Но, дорогие друзья, занимаясь вот этими вопросами на протяжении многих лет, а в 2023 году ровно 30 лет исполняется, как мама моя родная меня направила на путь юриспруденции и отдала в юридический колледж в 93 году. И вот с 93 года, когда я занялся юриспруденцией, вот сегодня в 23 году исполняется 30 лет, как я занимаюсь исключительно юриспруденцией. И за вот этот период времени, если мы говорим о семейных спорах, не перечесть, наверное, случаев, многие удивляются, когда я им рассказываю, очень много, скажем так, случаев, когда один из супругов из семейной пары приходит на прием к юристу, вот у меня таких было масса, очень много случаев, зная о том, что я занимаюсь этими семейными вопросами и так далее, ко мне приходили и говорили, вот я собираюсь через год развестись, какие мне предпринять меры для того, чтобы я получил наибольший массив имущества. Вот это, дорогие друзья, те вещи, на которые стоит обращать внимание, потому что многие не понимают, что даже живя с человеком в браке и так далее, опять-таки, я никоим случаем не хочу разрушать, брак, брак это семья, это ячейка, основа общества, но многие не подозревают, что живут вот с любимым человеком, а тот уже планирует, что через год, через два, через три разведется и будет требовать то или иное имущество и уже обратился к юристу и уже осуществляет некие сделки по подготовке к этому, к примеру, уговаривает другого, а вот давай мы здесь, здесь продадим то или иное имущество и так далее, то есть вот это тоже пожалуйста учитывайте и здесь можно оспаривать и брачный договор и сделки заключенные и так далее и тому подобное очень часто возникают вопросы когда один из супругов скапливает личные денежные средства вот у меня были такие случаи в практике когда супруга говорит своему мужу к примеру вот я работаю в Сбербанке у меня там очень хорошие условия давай мы будем наши денежные средства копить у меня на вкладе мне как сотруднику Сбера очень большие преференции на вкладе и вот все деньги там копятся а при разводе перед разводом они непонятно куда пропадают и потом противоположная сторона в суде заявляет а вот они все ушли в семью а куда в семью и прямо встает адвокат юрист говорит а мы вот красную и черную икру ели ложками на это деньги и потратили дорогие друзья вот такие моменты если они в судебном решении имеются их тоже можно оспаривать и свидетельскими показаниями и так далее и тому подобное вот это тоже пожалуйста учитывайте дорогие друзья если этому не уделено надлежащее внимание и конечно же к характерным к таким существенным условиям к существенным нарушениям при проведении процесса у раздела имущества относятся у нас зачастую такие характерные вещи о которых мы всегда говорим но и в этих процессах их важно не забывать это не проведение исследования тех или иных доказательств поскольку с наиболее частым вопросом обращаются именно по отношению к имуществу которое признано общей совместной собственностью и так далее поскольку конечно же в браке происходят все те процессы которые происходят обычно в семье у простых людей и так далее люди стремятся к улучшению жилищных условий они стремятся к тому чтобы к примеру приобрести квартирку где-то поближе к центру или там поближе к родителям переехать в более скажем так престижный район детям обеспечить большую доступность к школе к спортивным неким объектам ну в общем улучшают жилищные условия это касается и метража и так далее и очень часто в этих семейных правоотношениях возникает ситуация когда у одного из супругов имеется квартира и она конечно же не относится к общей совместной собственности супругов потому что приобретена в браке подарена мамой или к примеру получена в наследство и так далее и вот в ходе брака она идет как бы в общий котел то есть она продается и уже на полученные денежные средства с учетом накопленных семейных средств приобретается какой-то более престижный больший объект недвижимости или к примеру домик за городом или к примеру приобретается квартира на хороших условиях а еще и в ипотеку и вот здесь суды не разбираясь в этих хитросплетениях очень часто принимают очень необоснованные решения у меня было дело там где супруга больше 15 лет проживя с супругом то есть у них и общие дети и так далее они уже и прикипели друг к другу и тому подобное вот у нее умер папа и папа оставил огромное наследство он был достаточно богатый человек и это несколько квартир яхты и так далее и вот она все в семью тянет все в семью продает все папиное имущество поскольку он находился в другом городе в другой локации имелось и на эти денежные средства для семьи приобретает квартиры и так далее для чего для того чтобы их сдавать для того чтобы обеспечить детишек для того чтобы семья жила полноценной жизнью и даже одну один объект переписывает на супруга чтобы его как бы удовлетворить чтобы и он обижен не был вот такая была ситуация а он ничтоже сумняшися видит вот супруга как говорится бьется страдает а он берет и это все как говорится забрасывает семью нашел себе какую-то молоденькую к ней ушел ну ладно бы ушел ушел и ушел такая богатая невеста себе тоже может жениха найти тем более она хороший человек но он ставит вопрос о разделе имущества и суд что самое странное суд первой инстанции не разобравшись в деле что семья жила больше 15 лет жила средним достатком и тут получает супруга наследство все это приобретается а супруг говорит мы это приобрели на накопленные денежные средства все это является общей совместной собственностью супруги и суд принимает такое незаконное решение пришлось конечно его оспаривать отменять в апелляции касации потому что это конечно же неправильно вот на эти моменты пожалуйста обращайте внимание и здесь вот установление этих моментов элементов оно проистекает из одного большого существенного нарушения и это существенное нарушение не стоит упускать ни в коем случае из вида и обращайте на него самое-самое большое внимание именуется это нарушение это отсутствие исследования доказательств и неправильное исследование доказательств вот именно если бы суд к примеру в приведенном примере он правильно установил хотя мы предоставили на первой инстанции все и наследственное дело и так далее и тому подобное все было предоставлено и только апелляция и касация почему-то в этом разобрались а суд первой инстанции они просто не исследовали они механически перевели возражение в судебное решение и вот это дорогие друзья не исследование доказательств неправильное исследование доказательств это грубейшее нарушение суда и вот здесь я упомянул следующее нарушение суда при принятии решения которое тоже является основанием для апелляционной или касационной жалобы И здесь, дорогие друзья, те, кто понимает, они его сразу услышали. Это автоматический перенос, то есть без какого-то разбирательства, без включения туда своих юридических мыслей, а такое можно увидеть очень часто, когда судья берет и просто возражение ответчика и его позицию автоматически переносит в судебное решение. Ну вот скажите мне, разве можно при таких условиях говорить о том, что решение законное? Конечно же нет. Конечно же это решение незаконное, необоснованное. И вот если такое решение незаконное, необоснованное принято, вот это уже основание для апелляции, для касации. И мы использовали даже такие приемы, специально выделяли и так далее. Но нужно сказать, что и суды вышестоящих инстанций в отдельных моментах уделяют этим элементам очень существенное внимание. Даже был привлечен один судья к дисциплинарной ответственности, что у себя в приговоре он полностью использовал обвинительное заключение. Возник к нему вопрос, так если вы проводили судебное рассмотрение, как вы могли автоматически к тем же выводам прийти и так далее. Но те, кто знают специфику, очень часто у нас судьи сами просят, чтобы к ним принесли проекты судебных решений и так далее и тому подобное. Дорогие друзья, никто не против этого. А в арбитраже, скажем так, вообще допустимо и применение проекта судебного решения, который на официальной основе суду предоставляется и так далее. Но не должно быть вот этого бездумного переписывания позиций без следующего элемента. А здесь тоже очень большая ошибка допускается судами, когда вроде бы все исследовано, вроде бы принято и к делу приобщено, но отсутствует анализ доказательств. А вот для того, чтобы понять нарушение в этом элементе, конечно, необходимо существенным образом исследовать судебное решение, дорогие друзья. Вот на это тоже обращайте внимание. И вот следующие процессуальные элементы, они тоже играют очень большую роль для определения незаконности судебного решения. Там, где судья видно, вот становится на сторону. Мы в отдельных спорах, когда видим, что судья просто встал на сторону процессуального оппонента, сразу принимаем некие меры. И я вам всегда рекомендую. Если они не дали такого воздействия значительного, то, конечно же, необходимо об этом указывать в апелляции, в касации необходимо заявлять отвод судье. Если там сквозит некая его личная заинтересованность в исходе дела и так далее. Поэтому, дорогие друзья, вот когда об этом вы говорите, на суде заявлены те или иные отводы, ходатайства и так далее, всегда обращайте внимание на правильность и полноту рассмотрения ваших заявленных ходатайств. Их нерассмотрение, неправильность, неполнота, конечно же, может служить основанием для того, чтобы признать судебное решение незаконным. Но мы сейчас открыли, как говорится, ящик Пандоры, говоря о заявлениях и ходатайствах. Поскольку я сейчас упомянул только одно ходатайство об отводе судьи. А вот нарушения, связанные с рассмотрением всех остальных ходатайств, это тоже значительный такой большой конгломерат, скажем так, судебных нарушений, которые имеют место быть. И тоже являются основанием для направления апелляционной или касационной жалобы в апелляционную или касационную инстанцию. И вот здесь, дорогие друзья, правильность, правильность, полнота разрешения ходатайств, она зачастую находит свое отображение в неких частных жалобах. Там, где, к примеру, судьи неправильно разрешают вопрос о принятии искового заявления или отказа в принятии, о приостановлении производства по делу, либо наоборот в отказе в приостановлении производства. Так вот, правильность рассмотрения заявлений ходатайств, которые проверяются в частном порядке их установления, это тоже большой конгломерат, на него обращайте внимание. Также, дорогие друзья, во всех, без исключения случаях, я всегда рекомендую проводить аудиофиксацию процесса. И это делается не от хорошей жизни, поскольку у нас аудиофиксация проводится и судом. Но иногда возникают технические проблемы, не могут выдать, где-то что-то с ней случилось. Вот проверяйте правильность того, каким образом зафиксирован судебный процесс в протоколах судебных заседаний. Полноту, правильность протоколов, их подписание надлежащими лицами. И помните всегда о том, что ваша правота в суде базируется не на том, не на тех обстоятельствах, моментах, о которых вы сказали в суде, сказали судье и так далее. Она базируется на том, каким образом это отображено в судебном процессе. Поскольку тот апелляционный, касационный суд, который будет рассматривать дело, он не был на суде. Они не видели, как там все происходило. Они ориентируются именно на то, как это написано непосредственно в протоколе. И вот у нас дело недавно было очень такое характерное. Там, где судьи первой инстанции, они тоже иногда хитро-мудро поступают. И они специально нас поставили в такое обстоятельство, что если мы будем обжаловать протокол судебного заседания, это затянет апелляционное рассмотрение. А им это как бы было выгодно противоположной стороне. Но не подать замечание мы не можем на протокол судебного заседания, поскольку у нас есть аудиозапись, которая фиксирует такие существенные нарушения, которые, по сути, представляют собой со стороны противников нарушение уголовного закона. И не обратить на это внимание мы не можем. Вот и приходится вертеться как уж на сковородке и по всем направлениям писать жалобы. Чего? И вам советую, как говорится. Поэтому, дорогие друзья, если у вас такие обстоятельства складываются, всегда фиксируйте все в жалобах, ходатайствах и так далее. И помните, что неправильное, неполное рассмотрение судом жалоб и ходатайств это тоже основание для апелляционной и для касационной жалоби. И вот здесь мы плавненько переходим к окончанию судебного процесса. И вот здесь при окончании судебного процесса тоже выплывают зачастую очень серьезные нарушения. Когда ограничивается время в премиях, когда суд неправильно выходит, входит и выходит из совещательной комнаты, придя к выводу, к примеру, что необходимо еще некие обстоятельства установить. Ну и самое, как говорится, нарушение, смертный грех для судей это нарушение тайны совещательной комнаты. А оно может фиксироваться не только если судья, к примеру, зашел и где-то выходил там кофейку попить. Это не нарушение тайны совещательной комнаты. Судья может, это все-таки человек, он может и домой пойти поспать, и пообедать, и так далее. Но вот если установлено, что он с другими лицами обсуждал, как у нас был некий судья, вот он идет в совещательную комнату принимать судебное решение, а все видят, вот он проходит мимо канцелярии и говорит, а я такое-то дело рассматриваю, забодали они меня, сейчас я им откажу. Вот буквально так сказано, но разве это не нарушение? У нас есть постановление пленума, которое гласит, да, это нарушение совещательной комнаты. Но даже если без таких вот супер выпуклых элементов, он высказывал еще в ходе судебного процесса, мнение о том, как нужно было разрешить тот или иной судебный спор, это тоже основание для внесения апелляционной или касационной жалобы. Вот это, дорогие друзья, кратко то, о чем хотелось поговорить, но еще раз повторюсь, тема эта неисчерпаема, мы будем ее расширять в следующих роликах. И если у вас подобные вопросы возникают, необходима подготовка апелляционных, касационных жалоб, иных документов, обращайтесь, всегда с удовольствием поможем. Счастливо.